Приветствую вас! И есть такое понятие как конфликт, есть такое понятие как, значит, деструктивный конфликт, есть такое понятие как продуктивный конфликт, вот, и деструктивный конфликт связан с тем, что он со временем расширяется и на количество людей, которые в этот конфликт вовречены, и он расширяется вглубь, то есть увеличивается его эскалатор. При деструктивном конфликте, как бы, вот, противоречия, противоречия направлены не на ту задачу, не на предмет, по поводу которого возле конфликта, а на личность, на личность человека. А предмет конфликта, это всего лишь пусковой механизм того, что у вас происходит. То есть, вы не нацелены оба решать задачу. Любой предмет вашего конфликта, это, по сути дела, пусковой механизм для конфликта личностного. И в любом случае, нужно искать компромисс, в любом случае, если вы хотите сохранить свои отношения, то есть, если у вас вот есть у обоих желание сохранить отношения, то первое, что нужно сделать, это определить вашу позицию в конфликтных ситуациях. Определить позицию вашего партнера в конфликтных ситуациях. Определить критерии конфликтных ситуаций. Определить сам предмет конфликтных ситуации. И далее постараться искать компромисс так, чтобы устроил и вас, и ваш партнера. С обязательным условием, что где-то придется уступить. И в чем-то придется уступить. Вот. Если конфликт надселен на личностную, на личность, то, конечно, компромисс будет найти сладкое. Потому что личность человека не меняется, и, соответственно, получается, что вы друг друга вместе не принимаете. Да, то есть вы не принимаете друг друга вот такими, какие вы есть. И при этом как бы пытаетесь, значит, переделать друг друга. Ну, вот вы говорите, что, значит, я постоянно с человеком в конфликтах. Я всегда в конфликтах важный ситуации. Вопрос. Зачем? Зачем вы с ним в конфронтации? Для чего вы с ним в конфронтации? Какую цель вы преследуете, когда вступаете с ним в конфронтацию? Вы не согласны в чем-то, что касается объекта вашей конфронтации? Или вы не согласны в принципе с тем, как мужчина строит там свою позицию, свое для нее поведение? И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, если дело касается какой-то конкретной задачи, то конкретную задачу нужно решать. Путем компромисса, путем уступок и так далее. Но, если вы не принимаете человека, если вы не принимаете его как личность, то важно понять, какие черты вы не принимаете его, почему вы не принимаете его, с какого момента вы перестали принимать его. Принимали ли вы когда-нибудь его? Если принимали, ну а вы принимали, если вы там еще вместе были, до, например, расставания, до того, как задошлись, что вы были вместе, но все принимали. И, соответственно, все изменилось потом, почему перестали. Как вы считаете, может ли человек поменять свои личностные качества? Он, конечно, может это сделать, да, он может это сделать, но только если, только если у него для этого есть стимул, и только если это не вредит человеку. Поэтому подумайте, каких изменений вы от него хотите, и если эти изменения наступят, то будет ли человек тем, кого вы сейчас перед собой видите? И для чего эти изменения лично вам? То есть, какую цель преследуете вы? Какая потребность движет вами в том, чтобы требовать определенных изменений от человека? Вот так вам и нужно мыслить в этом направлении, вам нужно двигаться. Если вы не сможете справиться сами, то выбирайте любого эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним работать. Каждый из нас вам с радостью поможет, и я в том числе. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!